Самая важная задача, которую мы должны решать, это умение не только делать что-то. То есть Рувим очень хорошо дружил с мышкой и с кетчап он знал, а я вытаскивал размеры из проекта. И мы за ночь... Потому что некоторые люди просто решают купить квартиру и всё. Когда они понимают всю масштабность и грандиозность. Короче, я хочу с той стороны быть. Да, в общем, ребята, я хочу сказать... Наша рубрика интервью. И сегодня у нас один из легендарных личностей нашего, так сказать, комьюнити, сообщества строителей. Или как там ещё сказать, мой хороший друг. Поэтому долго представлять не буду. Алексей Лычагин. Рад, что ты здесь сегодня с нами. Мы находимся на форуме 2016. Вот, слёте строителей. И как бы уже по традиции мы берём интервью. И первое, что хотелось бы спросить. Ну, какие-то, в принципе, классические стандартные вопросы. Скорее всего, он будет задаваться практически всем нашим на сайте участникам. Ну, вот строитель, да. Вот как так получилось, что ты занимаешься тем или иным видом строителей строителей. Ну, у каждого свой путь просто. Вот как ты пришёл. Потом, потом, коротко о себе. Вот об этом интересно. Ну, в общем, здравствуйте, друзья. Во-первых, во-первых, друг, хочу обновить парк твоих линеек. Стабиловская новенькая штука. Ну, спасибо. Это не моя разработка. Я понял. В общем, обои я научился клеить лет в 6-8. Я вырос в строительной семье и никогда не представлял, что стройка может приносить деньги. Поэтому я её не рассматривал как постоянное такое ремесло своё. Я учился на бухгалтера, работал официантом, кондуктором, охранником, в театре подрабатывал, в ансамбле играл. Вот именно такая профессиональная стройка в моей жизни началась в 7-м году, когда мне в течение 12 часов пришлось уехать из Москвы. Я оказался за Уральскими горами и стал высотником-монтажником случайно. И с тех пор, как бы, меня зацепила эта тема. И, в принципе, каждый раз, что бы я ни делал, оно как-то оказывается для меня новым. Но всё получается, как будто бы... То есть это последние сколько лет примерно? Вот с 7-го года это именно зарабатывание денег. Это именно зарабатывание денег, да. Как попал, ну, примерно, поняли. Я просто знаю хорошо историю этого человека, поэтому, наверное, дежурно что-нибудь спрошу, да? То есть ты работал со многими людьми, то есть мы проработали с Лёхой примерно полтора года, да? Да. Вот, то есть, ну, примерно вот эту историю. И как так получилось, что ты, ну, смотря там ролики, да, и ты, ну, в Ютьюбе, да, скажем так, ты видел там некоторых людей, то есть, и вот ты пришёл к кому-то. Ну, в общем, историю расскажи нам, как мы все знаем, ну, многие, скажем так, из нас знают, я поэтому быстренько забегу, что Лёха работал со мной, с Смирновым, с кем ещё? Всё. Со мной, со Смирновым? Ну, мы ещё с Земсом на плоту пересекались. Ну, тоже, можно сказать, поработали. Да, да, можно сказать, поработали. Поехали. Давай, вот эту историю, всем интересна вот эта история. Как так получилось, что ты просто сидел за компьютером экрана и решил, короче, вот, я хочу с той стороны быть? Да, в общем, ребята, я хочу сказать, то есть, много всяких точек зрения и, ну, конечно, все люди признают, все люди признают, я это изначально признавал и никогда не отрицал, что меня вдохновил, именно ошарашил, это Земсков, его видео. То есть, вот основные изменения, это, ну, ты сам прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Вот, потом начинаются всякие тёрки, ещё там кто-то в сторону уходит, кто-то опять это признаёт. Вот это отправная точка. Потом появился в моей жизни ты. Ты не единственный человек, с кем я работал. И потом, после какого? После ошарашил Земсков, потом появился я. Ну, вот о чём я хотел бы рассказать просто. Есть вещи, о которых, ну, неприлично говорить. Я понял. Вот. Поэтому, в принципе, в принципе, я вам могу сказать, ребят, что лично тебе я очень благодарен за что? За, во-первых, за твоё отношение. Я не знаю, будет ли у меня голос дрожать или нет. В принципе, мы очень много ситуаций, которые, когда мы встретились, это были, ну, в моей жизни это был первый опыт подобных проектов. Мы их вывезли, может быть, благодаря, ну, наверное, нашему старанию. Мы с тобой тоже допускали ошибки и, как и все люди допускают ошибки. Все ошибки допускают. Да, я очень благодарен тебе, вообще нашей ситуации, что у нас хватило мозгов быть друзьями. Я к тебе отношусь как к брату и я благодарен за эти ошибки, которые мы прошли, за этот путь и за этот рост. Ну, то есть, история какая? То есть, мы не будем историю рассказывать. Именно историю строительства. То есть, вкратце, в 12-м году у меня родилась дочка и я вернулся в Астрахань после большой командировки. Я открыл предпринимательство ради заказа. Есть заказы, когда нужно просто предпринимательство открывать. Благополучно я это предпринимательство слил. Пролил много, как бы сказать, своей крови, которая уже, в принципе, восполнена. И, в принципе, она восполнялась вот вместе с этим человеком. Я могу лично поблагодарить Рувима и Земса за то, что я вот сейчас здесь сижу и могу чем-то с вами поделиться и отвечая на вопросы, может быть, что-то интересное раскрыть в рамках того, что мне позволяет моя совесть. Вот как-то так. В данный момент, ну, просто мы примерно год, да, не виделись? Сколько? С мая. С мая. Нет, мы ровно год с тобой не виделись. Ну, ровно год, как раз. Ровно год, все дела, да, ровно год. Как сейчас дела? Хорошо. Я научился, то есть мы с тобой, я при тебе научился работать в скетчапе. Короче, тема такая. Мы, в общем, нам нужно было что? Я умею, ну, как, умею работать там, скажем так, в скетчапе. Чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Я знаю, как инструменты двигать, все и прочее. Леха, тот чувак, который мне мозг взорвал тоже. То есть, на самом деле, я тоже очень сильно благодарен тому человеку, который мне научил многим фишкам, которые у меня не было. Вот просто не было абсолютно. То есть, я совершенно по-другому работал. Вот, планирование и многим вещам. И так получилось, что нам нужно было нарисовать определенную, там, ну, грубо говоря, задачу. И мы ее нарисовали за ночь. Причем он был у меня, как, короче, этот самый. Говорил, что мне нужно делать. Я, короче, был карандашом в его, короче, голове. Я доставал из проекта цифры, а в компьютерах я знал только игру Hitman, и все. То есть, у меня даже аккаунта в Одноклассниках не было одно время. А слово Excel и Word я забыл в 2001 году, когда выпустился из Техникума. То есть, Рувим очень хорошо дружил с мышкой, и, ну, скетчап он знал, а я вытаскивал размеры из проекта. И мы за ночь, ну, часов за пять, наверное, мы сделали техническое задание, которое... Сами для себя. Сами для себя, на которое должно, в принципе, уделяться где-то месяц. Мы за ночь это сделали. Ну, и тут, короче, у нас понеслось... Так, первая наша совместная была задача, которую нужно было решить вот тут сразу. И у меня голова заболела, что мне пришлось ее бы решать самому. И тут появился Леха, и вот так вот у нас как бы все зародилось. Здесь сидел Шайтер, здесь сидели еще люди. Я у всех спрашивал про их какие-то фишки, изюминки, да, там у Шайтера семейный подряд. Они там 10 лет вместе, у них там уже своя фишка. Я знаю, что ты постоянно в поиске, ты постоянно экспериментируешь, что-то делаешь. И я знаю, что есть такая как бы мудрость, чтобы что-то получить, вначале нужно что-то отдать. И то есть у Алексея есть такое свое УТП, так сказать. Это уникальное торговое предложение. Ты уже понял, про что я говорю. Да. Можешь рассказать про это? Ну, последнее время, ну, последний год, как я вернулся в Астрахань, есть вещи, которые мы любим делать и которые мы продвигаем, а есть вещи, которые нам необходимо делать для того, чтобы двигаться. Вот. И когда меня спрашивают люди, что ты делаешь, для того, чтобы рекомендовать меня своим друзьям, например, я сделал кому-то гипсарь, да, зашил, вот, или малярку сделал. Я, в принципе, говорю о том, что я могу вот от фундамента до конька взять любой этап, как услугу. Но фишка, на которую именно я, именно то, что я люблю, это рисовать дома. Сейчас немножко я объясню, почему. То есть, смысл такой, что мы как раз-таки прошли вот этот вот момент правильного формирования, ну, не то чтобы рабочего дня, а, в принципе, процесса, да, от чего всё идёт. Всё идёт именно от технического задания. И по большей части, ну, скажем так, когда оно у тебя в голове, и только ты можешь, только сам можешь, ну, грубо говоря, его видеть, и это большая проблема. То есть, когда ты не можешь никому объяснить, ты даже не можешь объяснить заказчику, что будет. Я уже молчу. Как можно объяснить человеку, наёмному работнику, да, который, в принципе, ни за что не отвечает, что ему нужно делать. Вот. И здесь приходит то к людям, что, ну, любой упирается в свою фишку, это, так сказать, в техническое задание, в проектирование, вот. И что ты делаешь? Я рисую дом. То есть, человек обращается, я хочу дом построить, сколько это стоит. Ну, первый банальный вопрос у обывателя, сколько это стоит. И моя задача здесь, выяснить вообще, что человек хочет. Ну, цены, как вы понимаете, нет, да, сколько стоит дом, это такая ультрированная вещь, то есть, просто убийственная, потому что даже если использовать одинаковые абсолютно материалы, цена может разниться очень сильно. Ну, вот, соответственно, Лёха вначале делает, ну, вначале всё отрисовывает, что, что нужно клиенту. Вот мы отрисуем, я отрисуем. Я просто говорю, потому что знаю, то есть, я как бы вижу это всё. Мы должны вначале выяснить, что хочет человек, что он действительно этого хочет, потому что некоторые люди просто решают просто купить квартиру и всё, когда они понимают, ну, вот, всю масштабность и грандиозность. То есть, моя задача выяснить, что нужно человеку и на этом этапе дать ему понять, ну, выяснить, стоит ли нам вместе работать или нет. То есть, то, что я ему рисую и прогнозирую расход материала, полностью его расходы с гарантией того, что я сам возмещаю то, что я не досчитал, допустим. Я даю человеку стопроцентную прогнозируемость расходов и сроков. И к тому моменту, когда у нас всё завершено, проектирование, всё подведено, человек уже решает, со мной ему работать или нет. При том, что, так как я недавно этим занялся, я не беру с человека денег за то, что я пытаюсь с ним вместе пройти вот тот путь от его желания, ну, от обычного желания до понимания того, что это будет и чем это закончится, и во что это выльется, в какие растраты и какую радость или горе. Вот такие. Понятно. Ну, что ещё хотелось бы тебе... Мы вообще, где мы находимся? Ну, все уже поняли, где мы находимся. Мы на форуме там мастеров, вот. И здесь собрались какие-то люди. Что ты хочешь сказать нашим зрителям? Ну, что-нибудь, то есть, каждый человек мне что-нибудь рассказывает. Друзья, в общем, большинство из тех, кто не шпион, там, ну, вот, не... Ну, обычный человек, строитель, который смотрит видеоблоги, разные каналы, это человек, ну, по большому... Общее такое, да, какое-то понимание есть фрилансер. Это человек, который сам отвечает за свою судьбу, за свой путь, за свои доходы. И самая важная задача, которую мы... которую мы должны решать, это умение не только делать что-то, но и реальность времени такова, что если ты строитель вольно-наемный, ты должен быть с переговорщиком, психологом, сметчиком, технологом, прорабом и немножечко провиться вперед. Вот эти вещи, У-6 уже назвал, на вскидку, если так постараться, что-то в 15 наберется. Человек должен уметь. И, в принципе, вот эти вот задачи мы не поднимаем. Я так думаю, что мы их поднимаем. То есть, кто зрячее увидит. Вот. И поэтому тем, кто смотрит, по-любому, ребята, стремящиеся, я хотел бы вам пожелать именно такого рвения, и чтобы... Все мы люди разные, чтобы среди нас, вот с вами, было с каждым днем все меньше людей, у которых что-то не получается. Люди, которые чем-то недовольны. Все, что вокруг нас творится, это наше зеркальное отражение. И поэтому, в принципе, каждый человек, который меня окружает, вот пять ближайших человек, это... Ну, они являются моим зеркальным отражением. Если во мне что-то не так, я меняю себя, меняю кого-то в своем окружении. Если меня все устраивает, я уже анализирую этих пяти людей по тому, кто их окружает. Вот. Это может быть слишком глубоко, слишком глобально, вот. Но, в принципе, наш рынок необъятен, и я желаю всем больших успехов и радости жизни, семейного счастья, обычной человеческой такой детской радости. Чтобы вы... Чтобы дома вы были счастливы, и чтобы на работе вас никто не откликал телефонными звонками. Чтобы на работе вы тоже были счастливы, пацаны. Вот такое у нас было позитивное интервью. Всем пока. Так, что еще хотелось бы мне добавить к этому интервью, потому что оно немножко будет не в обычном формате. Это то, что многие из вас, кто знает, скажем так, Алексея, знают его с определенной одной стороны медали. Это, ну, судя по его роликам, которые он выпускает, у него есть некий юмор, который многие не понимают. Но хотелось бы мне сказать сразу, что я, допустим, не понимаю людей, которые не понимают юмор в принципе. Это одна из тех черт, ну, благодаря которым мы, можно сказать, так сошлись. Потому как, ну, полтора года вместе поработать, с учетом того, что я из Ростова, Леха из Астрахани, мы работали то в Москве, то в Ростове, то опять в Москве. То есть, ну, вот так вот кавардак был. Ну, юмор должен присутствовать. Без этого вообще никак. Поэтому хотелось бы, ну, мне задать такой вопрос. Даже не вопрос, а немножко, чтобы ты немножко рассказал о тех ценностях, которые ты исповедуешь. Потому что, ну, для многих людей, ну, скажем так, мне пишут комментарии, которые мне от них пукан рвет, да, когда там где-то пишут, типа, что это за... Вот, ну, меня это бесит откровенно, вот. Как-то так. Расскажи немножко вот об этом. Ну, самое главное, вот на чем стоит мое сегодняшнее, скажем так, поведение и путь мой, это два правила. Я уже не раз о них говорил. Первое, это неважно, что ты делаешь, если ты никому не мешаешь и не пересекаешь чужих интересов, если ты никого не оскорбляешь, если ты никого, ну, никому не вредишь. Второе, это неважно, как ты это делаешь, если ты не умеешь себя продавать. Ведь сейчас вот много дилемм таких элитка, не элитка. И далеко не факт, что на элитке можно заработать больше денег, чем на общестрой или на каком-то потоковом слове, вот. И еще, это будет, наверное, советом тем, кто смотрит, из тех, кто стремится всегда расти, это деньги, ребята, это не самое важное. Это всего лишь вознаграждение, которое эквивалентно чему-то. Но если вы хотите, ну, вы по-любому хотите расти, вы мечтаете себя видеть прорабом, там, фирмачом, то общаясь с людьми, приглашая их к себе, ну, выбирая из них, вы должны для себя сначала придумать причину, помимо денег, по которой этот человек будет в ваших интересах делать то, что вам нужно. Не знаю, кому это будет понятно, лайк тому, кто понял. Да, то есть, ну, Леха своеобразит в любом случае. Вот, поэтому, скажем так, необычные люди приветствуются за этим диваном. Мы, наверное, все душим.